Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжаю знакомить вас с стратегией Wall Street. Вчера поступило сразу два предложения, две рекомендации по стратегии Wall Street. Посмотрите, торговая идея, открытие позиции Alphabet Incorporated, тикер Google по 1136,59 доллара, цель 1350 долларов, 18% плюс. Подробности в личном кабинете. И вторая рекомендация, покупка CMG, на 15% от портфеля, ой, первая была не по Wall Street, покупка CMG на 15% от портфеля по 707,75 доллара не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Что такое CMG? CMG – это компания, не безызвестная уже и знакомая нам, это компания Chipotle Mexican Grill. Это сеть фастфудов, ресторанов быстрого питания, мексиканских, американская сеть. И мы ее уже покупали, и она показала достаточно бурный рост. Давайте посмотрим, что это такое. Вот, посмотрите, сейчас вы видите график акций Chipotle Mexican Grill. Здесь видно, что начиная с конца декабря прошлого года акции неуклонно растут. Они выросли буквально уже с 400 долларов до 700 долларов. Ну и робот считает, что они дальше продолжат расти. Почему? Я не знаю, почему роботу виднее. Вот такая штука. Это сеть, я говорю, мексиканских ресторанов в Америке в основном. Она распространена, но я думаю, что на континенте может быть, но в Европе она малоизвестна. Но опять же, все подтверждается тем, что американцы едят фастфуд, мексиканские больше. Я не знаю, почему. Вот. Вот так. Вот. Что касается Google. Прикольная такая штука. Мне кажется, что Google вот чисто по внутренним ощущениям стал работать лучше, по моим личным ощущениям. Дело в том, что вот сейчас вы смотрите меня на канале YouTube. YouTube принадлежит Google. И я раньше, когда давал, ну, пытался дать рекламу на то, чтобы поднять свой рейтинг, поднять свои видео, у меня с каких-то пор перестало все это проходить. И когда я попытался позвонить в Google в свое время, то мне сказали, что, типа, мы рассматриваем, вот, анализ делаем объявлений только тех, которые, у которых рекламный бюджет от 30 тысяч рублей, а всякая мелочь нам неинтересна, типа того. Вот. И я как-то очень был зол на эту компанию. Ну, тем не менее, значит, я несколько уже, так сказать, ну, там больше года, наверное, не давал рекламу. Вот. Вот. Из-за этого на днях я решил снова дать попробовать рекламу. Снова мне отказали. И я дал письменный снова запрос в компанию Google. Значит, что, почему заблокировали, я никак не могу понять. Там причина была и юридические какие-то ограничения в стране, в которой дается реклама. И, вы знаете, мне позвонили из компании Google, девушка такая очень милая. Она, в отличие от того, что раньше мне звонили из Google, значит, там тон резко был абсолютно другой. Он был очень доброжелательный такой, веселый, так сказать. И она сказала, что да, я посмотрела, значит, у вас там ограничения. Мне просто, я забыл поставить, ну, дело в том, что все видео, которые выходят в России, там должны быть обозначены категории, там, возрастная категория. Если это не указано, то это значит, что видео нарушает законодательство страны. И, собственно говоря, все. Я, а я думал, голову ломал, почему, почему, почему я пытался искать в разных форумах, в разных форумах ответа не получил, вот, ну, на самом деле, компания Google стала работать, вот, на мой взгляд, лучше. И мне это очень нравится. И вот я думаю, а почему бы мне и не присмотреться, ну, или вам не присмотреться к компании Google. Дело в том, что сейчас у меня, например, ну, у меня сейчас очень напряженный в финансовом смысле период. Почему я и продал акции «Газпром», потому что мне нужно... Сейчас выводить снова достаточно большую сумму денег. И боюсь, что я... Ну, у меня не будет достаточно средств для того, чтобы купить акции Google. Вы видели, что они стоят, ну, больше тысячи долларов за штуку. А так как я недавно в одном из последних видео настолько сильно нахвалил вот эту вот облигацию «Россия-28», что прямо настолько сильно, что она мне самому понравилась. И я купил этих облигаций аж две штуки. Ну, вы будете говорить, что две штуки – это очень мало. На самом деле, не так уж и мало. Это стоило мне 200 тысяч рублей за две штуки таких облигаций. Потому что облигация, вы помните, стоила 1680 долларов за штуку. Вот это как раз в районе 100 тысяч рублей. Соответственно, две штуки вот такие деньги и потянули. Я просто переложился в облигации. Вот таким образом. Ну, потому что я сам себе верю. Такое свойство. Я настолько искренне говорю, что сам себе верю. Поставьте, пожалуйста, лайк. Оставайтесь на моем канале. И до встречи. С вами был Демидков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok